Один из предшественников Бориса Джонсона на посту премьер-министра назвал его в свое время «сальным поросенком». Намек был на то, что политик умел без мыла выскользнуть из любой ловушки. На этот раз, правда, не прокатило. Джонсону расставили ловушку собственные соратники по консервативной партии. Несколько дней подряд в отставку уходили все министры Британии. Джонсон упрямо назначал новых. Но те, не прослужив и пары часов, тоже покидали свой пост, высказав напоследок все, что думают о премьер-министре. 150 депутатов парламента от консервативной партии выразили Джонсону недоверие. На Даунинг-стрит, 10, была отряжена целая делегация, которая потребовала от премьер-министра быстренько очистить помещение. Параллельно, товарищи по партии, на чем свет костерили Джонсона во всех имеющихся СМИ. Бывшие лучшие друзья переобувались в полете, изобретая все новое ругательство в адрес своего лидера. Борис должен уйти. Таков был общий глаз. Прекращение полномочий Бориса Джонсона на посту премьер-министра может ослабить ощущение политического хаоса в Британии, пишет Bloomberg. Едва стало известно об отставке главного русофоба Запада, Сюзанна Стритетт, старший аналитик по инвестициям, пояснила, что политическая карьера Джонсона закончилась из-за кризиса стоимости жизни, причиняющего избирателям столько финансовых страданий. Если говорить о более глубоких причинах вылета лохматого лузера с Даунинг-стрит-10, то в последнее время на него сыпались упреки, что тот делает для Украины больше, чем для Британии. Не просто так уже Daily Telegraph советует украинским лидерам начинать бояться. Как-никак Борис был главным лоббистом Украины на международной арене. Без всякого сомнения, его отставка не в последнюю очередь связана с усталостью от конфликта в Незалежной. В Туманном Альбионе прекрасно понимают, что кризис стоимости английской жизни зависит от антироссийских санкций. Как злословят тамошние аналитики, такую дойную корову, как Россия, нигде не найдешь. Мало того, что наша страна по дешевке продавала невосполнимые ресурсы, так еще и значительную часть денег от их продажи вывозила на Запад, в том числе в Лондон. Понятно, что хитрец Джонсон пытался выехать на Зеленском, испытывая к нему чувства, далекие от тех, которые демонстрировались на камеру. Об этом прямо сказала популярная в Британии ведущая новостей Рози Райт. Джонсон использовал Украину и конфликт в качестве своего рода пиар-стратегии. Вообще-то, злых шуток в адрес лузера Бориса хватает и на Украине. Еще утром 7 июля украинские телеграм-каналы отреагировали едкими постами. Путин принял решение уволить Джонсона. Борис через несколько часов сам об этом объявит, чтобы не отвлекать Владимира Владимировича от важных дел. Тут надо понимать, что медийщики за командой слишком распиарили Джонсона, даже больше, чем Байдена. Теперь же в Незалежной натовская военная помощь ВСУ ассоциируется с Борисом, и его отставка сильно бьет по имиджу самого Зеленского. Громодяне не особо парятся в хитросплетениях английской политики и руководствуются правилом «Ищи того, кому это выгодно». Поэтому, нравится ли это киношникам с Банковой или нет, но на Украине многие считают, что именно Путин свалил Джонсона, поскольку ВВП является главным международным бенефициаром от ставки русофоба номер один на Западе. Токсичность санкций уже всем понятна. Именно она и провоцирует усталость западного общества. Нужно понимать простую истину, что для любого западного избирателя Украина для них ничем не отличается от Афганистана. Уже строчат украинцы, проводя исторические параллели с позорным драпом Янки из Кабула. Дескать, как только стало чуть тяжеловато, США и союзники отдали на растерзание талибам целый народ, тогда как русские, несмотря на брехню обуче, намного цивилизованнее бородачей. Ох, и подгорает на Банковой из-за отставки Джонсона. Включили всех лидеров общественного мнения, чтобы объяснить, что все будет окей. И это ничего не значит. Прямо как перекличка в строю. Сегодня легко определить, кто получает деньги от Зе-команды, подытоживают украинские блогеры. В частности, парохоботы, пул экс-президента Порошенко, объясняют громадянам, что уход Бориса – это не проблема Украины. Заявленная помощь, скорее всего, продолжится, пусть и в меньших объемах. Зато роль Зеленского в Лондоне однозначно пересмотрят. На этом фоне визиты Порошенко на Туманный Альбион уже не кажутся безрезультатными. Петр Алексеевич давно обосновал свой бэк-офис в Лондоне, как раз с расчетом, что Путин свалит Джонсона. По слухам из Киева, эти шестеренки уже набирают обороты, поскольку Западу комфортнее видеть в Киеве Порошенко, нежели Зеленского. Порошенко проще договориться с ВВП, поскольку клоун проявляет все качества неадеквата.